Мы рады сегодня этому времени, которое подарил нам Господь. Сегодня у нас особая часть служения, она будет посвящена очень важному и очень деликатному вопросу. Вопросу Израиля. Мы в прошлом воскресенье говорили об этом. Через несколько дней весь мир будет вспоминать жертвы Холокоста. Это было очень серьезное событие, и тогда-то она связана с этими событиями. Но сегодня у нас время молитвы и время благословения этой страны, этого города. Потому что Священное Писание говорит, мир Иерусалиму, мир Израилю, шалом Израилю. Призывайте благословения, и я благословлю вас. Сейчас у нас несколько минут времени будет уделено этому вопросу. Пожалуйста, Степанов Александр Александрович. Шалом, драгоценные. Мы говорим сегодня о Холокосте, об этой трагедии. И Холокост – это не один день. Это определенное время. Я вот просто исторические факты прочитаю, чтобы мы понимали. Пусть ваши сердца будут открыты. Холокост является одной из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии при помощи сотрудничавших с ними коллаборационистов из разных стран предпринимали попытки полностью истребить целую нацию евреев. Их подвергали массовым расстрелам, травили в газовых камерах, доводили до изнеможения на тяжелейших работах. На них проводили всевозможные медицинские эксперименты. За период с 1933 по 1945 год различными айнзацгруппами и в концлагерях было умерщвлено свыше 11 миллионов военнопленных и гражданских людей. Около 6 миллионов из этого числа были евреями. Ну, я думаю, это Москва где-то 50-х годов по численности. Холокост унес жизни более 1,1 миллиона детей. Многие стали невинными жертвами страшных нацистских издевательств. Еврейская нация за период Холокоста потеряла более трети своей численности, которую она не смогла восстановить до сих пор. Если в 1939 году евреев в мире было 17 миллионов человек, то в 1945 их осталось 11. На данный момент в мире проживает 16,5 миллионов евреев и их потомков от смешанных браков. Фактическим стартом Холокоста стали нюрнбергские расовые законы, свод которых был опубликован 15 сентября 1935 года. Они лишали немецких евреев гражданства, запрещали браки, а также внебрачные отношения между немцами и евреями. Само слово «Холокост» имеет греческое происхождение. Слово «холо» обозначает весь или целый, а «каустас» – сгоревший. То есть «Холокост» означает всесожжение. Среди евреев «Холокост» известен как «Шоа», что на иврите звучит весьма символично – «катастрофа». Но я считаю, что это действительно катастрофа, это… Не знаю, слов нет. Началом Холокоста считается январь 1933 года, момент прихода к власти в Германии нацистов. И дата его фактического завершения – это 8 мая 1945 года, когда закончилась Великая Отечественная война. Слава Господу за этот народ, потому что благодаря евреям мы сегодня с вами здесь. Это, ну как бы, это не заслуга, это великий Божий план. И, конечно, уничтожение этого народа было целью врага человечества – это дьявола. И все, что происходит до сих пор, мы можем смотреть. Кто-то говорил, что Израиль – это стрелки часов. Смотрите на Израиль, и вы будете понимать, что будет происходить в ближайшее время. Все события, связанные с Холокостом, по-моему, 27 января – это будет день памяти, почтения. Да благословит Господь израильский народ. Мир на Израиля, мир на Иерусалим. Слава Господу. Как детям объяснить 6 миллионов исчезнувших в застенках навсегда, Замученных, отравленных циклоном, Расстрелянных, повешенных, сожженных. Никто не видел слез, не слышал стонов. Весь мир был равнодушен, как всегда. 6 миллионов. Нам представить страшно. В какую бездну их толкнули ниц. 6 миллионов. Напрочь стертых лиц. 6 миллионов. Как сходов полегло. Как объяснить 6 миллионов детям. По населению целая страна. 6 миллионов дней. Тысячелетия. 6 миллионов жизни. Чья вина? Как детям объяснить 6 миллионов? Мы сейчас посмотрим ролик на соответствующую тему. Мама, отчего ты плачешь, Пришивая мне на платье Желтую звезду? Вот такое украшенье Надо бы щенку на шею Я его сейчас же приведу. А куда уводят наших? Может, там совсем не страшно? Может, там игрушки и еда? Мне сказал какой-то дядя Сквозь очки в бумажку глядя, Что на завтра нас возьмут туда. Посмотри, какая прелесть! Вот оркестр играет Фрейликс. Отчего так много здесь людей? Мама, ну скажи мне, мама, Кто тут вырыл эту яму? И зачем нас ставят перед ней? Что ты плачешь? Ты не видишь. Их язык похож на Идиш. Но почему все пьяные с утра? Может быть, в войну играют, Раз хлопушками стреляют. Мама, это вовсе не игра. Мама, отчего ты плачешь? Мама, отчего ты пла... В период Холокоста погибло До полутора миллионов детей. Так получилось, что Господь Благословил меня в прошлом году После изучения темы Холокоста Меня отправили на стажировку в Израиль Бесплатно В мемориальный комплекс Яд Вашем конкретно. Мы смотрели и видели все это Своими глазами, мы это ощущали. Вы знаете, я вот видела разные там вещи, Ну, на самом деле ужасные. Слава Богу за тех, которые собирали Всякие доказательства, артефакты, Этот комплекс, он просто наполнен, Можно сказать, до избытка Вот этими страшными вещами, фотографиями. Это только мало сказать Вплоть до того вагона, В котором увозили людей В концлагеря и там травили газом И жгли в крематориях. Но я вам хочу сейчас сказать О том мемориале, о детском. Вот когда уже мы просмотрели все, Казалось бы, что ты пропитался Вот этим ужасом этих событий. И практически последний был детский мемориал, Куда я уже даже боялась идти, честно. Уже такие, знаете, Ну, такие какие-то страшные картинки представляли. Что там будет показано? Как вообще они представят? Потому что трагедия, Вот это вот с детьми, да, Эти дети умирали мученической смертью. И вот когда заходишь в этот мемориал, Денис, ой, Данил, Там можно показать детский мемориал, Описать словами это невозможно. Знаете, сделано все так, Чтобы ты не глазами это увидел, А чтобы изнутри тебя, Вот эта вот неминуемая гибель этих детей, То есть это страшная трагедия, Действительно трагедия, Она вышла и просто заполонила все твое сознание, Твое сердце. Когда заходишь туда, Тут даже под светом видно хорошо эти фотографии. То есть, во-первых, очень темно, Во-вторых, просто такие маленькие-маленькие, Тысяча, вообще мириад звездочек, Таких как маленькие, чистые, светлые души детей. Они мерцают, И вот глубокая тишина. И ты проходишь по коридору, И там таким вот женщина, Скорбным, монотонным голосом она называет, Имя ребенка, пауза, Сколько лет, пауза, страна. И это бесконечное чтение этих имен. Вот ты идешь и переживаешь все эти мерцающие огоньки, Все эти звездочки, Которые никогда не подухнут в наших сердцах. Я верю. Действительно, это трагедия, Которая требует того, чтобы в нас была память, Чтобы мы помнили. Саша, я тебе хочу сказать, Доча слова о статистике цифр. Почему мы сейчас говорим, Что Холокос это беспрецедентное событие, Которое вообще произошло в этом мире? Благодать вам и мир, дорогая церковь. Есть определенные события, Когда человек их не переживает, не проживает, Очень тяжело объяснить словами. Мы, к счастью, по благодати Божьей не пережили то, Что пережили события, о которых сейчас говорят. Поэтому то, что у нас сегодня есть, Это такая благодать и такая ценность. И вот надо нам уметь это время ценить, Убирать весь мусор, Убирать все, что нам мешает благословенно жить. Вот. Но я хотел сказать про Холокос. Знать, в прошлом году или позапрошлом, Сосед у нас есть военный человек, Пожилой уже пенсионер. И мы ему говорим, Вы знаете, вот Холокост, Истребление евреев. Он хладнокровно говорит, Что, ну что, да, Была война, говорит, А советских людей погибло тоже 20 с лишним миллионов людей. Вот. А Холокосте вот как-то так вспоминает, Еврейский народ это поставил на вид. А то, что 26 миллионов советских граждан погибло, Ну, цифра очень большая. Вы знаете, у меня первое впечатление, Когда он это сказал, Что, да, В нашей стране на тот момент Погибло гораздо больше людей, евреев. Согласны? Людей Советского Союза. Согласны, да? Но Внутри не давала мысль, В чем разница между Истреблением еврейского народа И убийством 27 миллионов советских людей. Вы знаете, я увидел одну цифру, Я хочу, чтобы сейчас она в вас попала. И вы поймете, Когда идет разница о геноциде, Об истреблении народа, И когда есть жертвы войны, Как в Советском Союзе. Я вам сейчас приведу цифры. Они очень страшные. И никто не будет отрицать, Что еврейский народ истреблялся весь. От нуля рождения до взрослого человека. Я взял просто статистику. Не знаю, у меня цифры всегда попадают в глаза. Из 27 миллионов советских граждан, Погибших, огромнейшая цифра. Очень большая. Вы просто задумайте. В миллионах. Один человек умирает нам больно и страшно. 27 миллионов. 27 миллионов. И из 27 миллионов детей советских Было убито во время войны. Разные цифры очень. 200 с лишним тысяч человек. Из 6 миллионов евреев, Погибших во времена Холокоста, Во времена Второй мировой войны, Погибло до полутора миллионов детей. Цифра очень простая. На одного советского ребенка Из огромного количества, 27 миллионов, Приходится 30 еврейских детей. Это несопоставимая цифра. Она говорит о том, Что народ истреблялся. Детей убивали только за то, Что он еврей. Один к 30, Если брать эту статистику. Поэтому это очень страшно. Я думаю, Не дай Бог нам Прочувствовать это когда-нибудь. Это очень страшно. И для чего вот эта вся память нужна И о наших погибших советских гражданах, И о Холокосте? Потому что это может повториться. Эта история изучается для того, Чтобы этого никогда больше не совершалось. Если есть зачатки, Их нужно ликвидировать на уровне зачатков. Вот эти вот страшные проделки, Которые у нас происходят. Поэтому эта цифра, Она очень пугающая. Она очень показательная. Поэтому Холокост, Это действительно истребление народа. Народа Божьего. Благословляющий Израиль, Благословен будет. Это слова Бога. Поэтому это не просто мы чтим Дату погибших евреев. Это очень серьезная библейская тема. Не все жертвы нацизма были евреями. Но вы знаете, Что все евреи были жертвами нацизма. Я думаю, Что ни для кого из вас не секрет, Что для еврейского народа Очень свято и ценно память. Вот память. И даже мемориальный комплекс Яд Вашем, Он переводится как память и имя. Мы даже знаем с вами из писаний, Что были такие места, Когда приходилось брать кости своих предков И их захоранивать в других местах, Да что прийти и поклониться и почтить память Своим уже усопшим. И двойная трагедия Холокоста для евреев была в том, Что основная масса их, Она была сожжена дотла. Не осталось ничего. Не было бы куда прийти и почтить память. Не просто нет родственника, Нет даже его каких-то останков. И для евреев это особенная боль. И когда я была вот в этом комплексе, В большом, Нас подвели Такому, знаете, зданию. Оно было большое, серое, Сложено просто из камней. И задан был вопрос, Как вы думаете, что это? И у нас были разные версии. То ли это крематорий, То ли это вагон, как душегубка, То ли это комната гестапо. То есть это навевало действительно Что-то очень тяжелое. Нас завели вовнутрь. Сейчас нам Данил покажет Комната как бы памяти. Значит, что придумано было Этим комплексом? Внутри, знаете, знаете, Как каменная пещера. Там горит вечный огонь. И выбиты на плитах Общины из тех городов, Где были убиты евреи. И это единственное место в мире, Куда могут приезжать люди, Чтобы почтить память Своих погибших родственников. Там раздается плач. Там раздаются песни. И когда в Израиль прилетают Представители какой-либо страны, В том числе там был и Путин, Политические представители, И первое, что они посещают, Это мемориальный комплекс Ядважем И именно эту комнату, Где отдают память погибшим. Вы знаете, Любой предмет, Сохранившийся после войны, Он ценен. Так как не осталось ничего От человека, То есть даже в интернете Такой фильм. Он называется История двух туфелек. Очень трагично смотреть. Просто показывают Вот девушку, Низ ее платье, Очень красивые красные туфельки. И как они начинали свою историю? Они были куплены в магазине, Она ходила в них институт, Она в них ходила на свидание, Это была музыка, Это была жизнь. Это было замужество. И потом эти туфельки уже измятые, Совершенно страшные мы видим В лагере Освенцим, В больших клетках, Где эта обувь снималась с людей, И просто эти клетки забивались Этой обувью для дальнейшей переработки. И там, так и говорится, История этих туфелек Началась в магазине И закончилась в лагере Освенцим. Это действительно проходила жизнь. И вот таких предметов, Как куклы, ложки, туфли, Какие-то предметы еще, вещей, Очень много можно найти В мемориальном комплексе памяти Жертв Холокоста Ядвашим. Мы сейчас посмотрим с вами ролик Воспоминания одной женщины О ее детстве. Потому что действительно, Как сказано, Что память это самое дорогое, Это то, что никогда не истирается. Сейчас есть тысячи роликов Воспоминаний тех людей, Которые пережили этот страшный момент, Эту страшную судьбу. Это то, что сделали немцы. Если оставить надежды через пару дней, То тебя не станет. Приходилось свыкаться со многими вещами, С которыми казалось невозможно смириться. Мы всегда были голодными. У нас была половина ломтия в с утра И половина ломтия в с утра. И половина ломтия в с утра. 90% заключенных болели тифа. Поэтому и было столько умерших. И в итоге мы перестали замечать мертвые дела. И чувствовать их запах. Мы находились там, потому что были ибриями. Когда моя мать забирали мою мать, Мои братья страшно плакали. Мои two brothers cried terribly И не хотели ее отпускать. Но я должна была оставаться сильной ради них. Мы понимали, что важно выжить. Если выжить опасность, Если выжить, то было бы сказать чш. И они умолкали. Они не издавали ни звука. Когда Воскресенье 15 апреля, 15 апреля, Мы были очень счастливы. Мы не могли в это поверить. Мы не могли в это поверить. Они объявили громко-говоритель с грузовика, Что мы получим еду. Мы не могли встать. Мы получили горячий чай с сахаром. На следующий утро, они доставили горячий чай с сахаром. Делавали холодный чай с сахаром. Это было первое первое лакомство за неделю. Это было первое лакомство за неделю. Это было первое лакомство за неделю. А несколько дней после освобождения, У меня взял интервью Патрик Гордон-Бокер из BBC. Он был из BBC. А я был из BBC. Какой цвет вы было? 15 лет. Какой дождь были? И сколько тебе лет? И как долго ты был в этом саде, Белсен? 14 месяцев. 14 месяцев. Я был. Вы родители были здесь с тобой? Да. И они все еще с тобой? Нет. Это место, где я был интервью. Я рада рассказать вам историю. И я хотела узнать, где мои родители были. Но они не знали. Вы можете читать, что здесь написано? Здесь лежит 2500 человек. Много детей погибло во время Второй мировой войны. Надеюсь, они покоятся с миром. Нам очень повезло, мои отец и мать. Мои два брата и я, мы все вернулись из трех разных концентрационных лагерей. Я иногда удивляюсь, что молодые люди могут не знать о том, что такое Холокост. И вы должны объяснить. Когда меня не станет, я надеюсь, что кто-то вроде вас напомнит миру об этом. Холокост действительно имел место. Не смотря на то, как плохие и мрачные дела сейчас. Нужно верить в то, что завтра будет лучше. Слава Господу. Вы знаете, действительно, меня тоже лично беспокоит, что завтра мои дети расскажут моим внукам, которые, я надеюсь, будут. Что сегодня знает молодежь о Холокосте? Я думаю, что некоторые из вас видели фильм в интернете, где спрашиваются у двух девочек. Ну, на игре типа «Кто, где, когда» был задан вопрос, что такое Холокост. И после долгих рассуждений и предположений они ответили, что Холокост – это клей для обоев. Это просто такое название. То есть, да, мы должны помнить, мы должны передавать это нашим детям, чтобы они знали, чтобы они помнили. И, знаете, я хочу поблагодарить Господа за то, что я смогла в прошлом году посетить Израиль, потому что группа, которая закончила курсы по Холокосту в этом году из-за пандемии, вылететь уже не смогла. И, скорее всего, возможно, что этого больше уже не будет. Просто Господь настолько серьезно окунул меня в эти события. Я Ему благодарна, дал мне прочувствовать и всей своей душой присоединиться к этой боли и трагедии. И я напоследок скажу, когда я изучала эту тему, на моем пути повстречался такой человек, его звали Эли Визель. Это писатель, журналист, профессор, он лауреат Нобелевской премии 1986 года за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа. В 15 лет он попал в концлагерь со своим отцом и пережил просто очень жуткие события и написал много книг. И когда я прочитала его книги, я познакомилась с его судьбой. Вы знаете, мне было очень интересно, принял ли он Христа. Я начала просто штурмировать весь интернет, узнавая о нем дальше, о Эли Визеле. Он тогда уже умер на тот момент. И я наткнулась однажды на его интервью. Я была просто потрясена. Действительно, мои эмоции меня переполняли. Он сказал тому человеку, который дал у него интервью. Вы думаете, что в Освенцеве погибли евреи? Нет. Там умерло христианство, он сказал. И ушел в вечность. Вот тут просто я рыдала. Знаете, я просто упала на стул. Я кричала, Эли, это были не христиане, это были не христи. Это были люди, которые не имели ничего подобного к христианству. Я сейчас благодарю Господа, что есть такие фонды, как Эвенезер, за иудео-христианский диалог, который всячески говорит о том, что христианство не умерло, что Иисус Христос жив в нас, нашим светом, этими добрыми делами, этими поступками, которые характеризуют, что мы как соль земли, что мы свет этому миру. И вы знаете, можно начать с малого. Я хочу вам напомнить, что в пятницу у нас проходит молитвенное служение здесь, в церкви. Это молитвенное для всех. И каждый раз мы молимся об Израиле. То есть одна из тем молитв – это Израиль и благословение Иерусалиму. Как вы знаете, что благословляющий Израиль и Иерусалим будет сам благословен. Не всем открыты эти знания. Есть удивительный секрет. Благословляющих Израиля Господь благословит в ответ. Есть тайна принципа простого. Я понял истину одну. Нельзя любить Господне Слово и не любить Его страну. Скажу всем тем, кто смуту сеет антиизраильских идей, что Иисус пришел к евреям и сам по плоти был еврей. Пусть не подастся дух обманам. Храните веры чистоту. Евреи – братья христианам по Аврааму и Христу. Не стоит доверять подделке, что в лживых слышатся словах. Израиль – он для нас как стрелки на Божьих мировых часах. В евреях Бога воплощение. В них всем открылся Божий план. И только после них спасение в Христе Бог даровал и нам. Наш Бог все тот же и сегодня. Блажен, кто вовремя поймет. Нельзя считать себя Господним и не любить Его народ. Чтобы стать участниками пира, куда мы все прийти хотим, просите на Израиль мира, на город Иерусалим. Взывайте Господу, взывайте, пока возможность Бог дает. И всей душой благословляйте Его страну, Его народ. Не всем открыты эти знания. Есть удивительный секрет. Благословляющих Израиля Господь благословит в ответ. Братья и сестры, приходите на пятничное служение. Мы будем прославлять Господа и молиться за Израиль. И за нужды, которые есть у всех с нами. Не должна закончиться на нашем поколении. Это память, которая должна пройти через всю жизнь. Действительно, чтобы такого больше не повторилось. Мы сейчас поем песню. Немножко об Израиле, немножко о Господе нашем. Среди израильских равнин, где Иерусалим песками объяв. О, если б знал Иерусалим, кто мир его хранил, страдая вместе с ним. О, если б знал Иерусалим, словам его простым, Иерусалим. О, если б знал Иерусалим. О, если б знал Иерусалим, кто мир его хранил, страдая вместе с ним. О, если б знал Иерусалим, словам его простым, Иерусалим. О, если б знал Иерусалим. О, если б знал Иерусалим, то есть б знал Иерусалим. О, если б знал Иерусалим. О, если б знал Иерусалим, то есть б знал Иерусалим. Слава Господу!